добрый день дорогие участники нашего очередного вебинара посвященного возможностям применения аппаратов дэнас у детей мы так вот его назвали метод дэнс для детей их родителей я рада всех приветствовать всех кто общается сегодня со мной в прямом эфире всех кто присоединится позже когда будет обязательно просматривать наше общение и как всегда запись будет доступна буквально через один-два дня наших социальной нашей социальной сети в контакте меня зовут наталья гальмгрен и как обычно мы сегодня говорим об аппаратах дэнас и в частности о детских возможностях применения у детей аппаратов дэнас сразу обращаю внимание что одно из преимуществ дэнс терапии аппаратов дэнас это отсутствие возрастных ограничений и дэнас пкм нейродэнс пкм могут применяться с первых дней жизни вы меня можете спросить а кто осмелится применять в первых дней жизни но поверьте за достаточное количество лет которое уже прошло по применению накопленный опыт за все это время 20-летнюю историю дэнс терапии позволяет нам рекомендовать и есть конечно же медицинские опыты например если мы говорим о самых-самых маленьких детках первой жизни например при желтухе новорожденных я не призываю дома однодневного ребенка до желтухой новорожденного каким-то образом лечить аппаратом дэнас я говорю о преимуществе о самом факте что дэнас применяется с первых дней жизни медицинские ли это учреждения домашние ли это условия по показаниям естественно да когда есть необходимость такая возрастных ограничений нет и мне очень нравится тезис на представленном вам слайде что мы стремимся к достижению наибольшего эффекта при наименьшей нагрузке на организм ребенка когда мы говорим о безопасности аппаратах дэнас я всегда где-то подспудно имею в виду именно вот возможность применения у маленьких деток то есть никакой нагрузки физической электрической какое-то раздражение какого-то механической нет ни в коем случае потому что все-таки дэнас терапия максимально приближена к рефлексотерапии когда мы работаем с рецепторным аппаратом кожи определенных ее участков ни в коем случае не проникающее воздействие не нагревающие еще раз говорю повторюсь не механическая поэтому аппарат дэнас применяется и в домашних условиях и в качестве первой такой вот помощи до оказания первой специализированной медицинской помощи до болевые например синдромы или приступ удушья или какая-то интоксикация хорошая переносимость много работы много публикаций существует и защищено несколько медицинских диссертаций по применению аппаратов дэнас у детей в разных областях это и детская неврология это и офтальмология это и урологические какие-то заболевания эрогены мочевой пузырь да и бронхиальная астма и вегетососудистая дистония то есть я вот на вскидку перечисляю то что помню и все исследователи все доктора которые занимались включением дэнас терапии в схему реабилитации лечения деток разного возраста отмечают хорошую переносимость поэтому все что написано на этом слайде имеет под собой определенные основания то есть это ни в коем случае не голословные утверждения о хорошей переносимости и минимальной нагрузки и раз уж мы говорим о детках можно вообще начать издалека и обращать внимание людей что дэнас можно при беременности я не написала слово нужно я говорю можно нужно ли если для этого какие-то основания и показания это конечно будет решаться вопрос индивидуально что именно мы хотим от проведения процедуры да например при беременности когда есть угроза прерывания беременности тогда конечно это вопрос к специалистам и лечение в специализированном отделении да гинекопатологии беременных в случае если беременная простыла и если это повышение артериального давления ну травма не дай бог какая-то болевые синдромы и так далее ограничений нету по сопутствующим заболеваниям если это угроза прерывание беременности тогда конечно дэнас здесь мы не можем рассматривать на первом месте и так при минимальной нагрузке наибольший эффект то о чем мы начнем говорить и прежде чем какие-то частные методики будем углубляться акцент сегодня мы сделаем на применение аппаратов дэнас у детей с нейрологическими какими-то нарушениями от пограничных до более тяжелых заболеваний хочу обратить ваше внимание что в аппаратах дэнас пкм те у кого есть наличие да раньше был под таким названием аппарат сейчас это нейродэнс пкм представлены на сайте фаберлик да и доступен к заказу есть специальная функция детский доктор она называется когда вы включаете аппарат и видите главное меню то обратите внимание детский доктор что обозначает эта функция режимом наверное не назвать все-таки функция определенные опции когда вы заходите вот в это меню детский доктор вы видите несколько позиций во-первых выключена то есть это когда отключена эта функция и нет ограничений и выбор нескольких диапазонов возраста ребенка эта функция подразумевает ограничение набора мощности то есть если вы включили функцию детский доктор выбрав до года 1-3 года или 7-12 лет сейчас не суть и установите какой-то лечебный режим чистота или выберите какую-то лечебную программу вы обратите внимание что мощность более 5 условных единиц не набирается то есть ограничение набора мощности автоматически включается при выборе любого возраста из этой вот из этого меню довольно часто особенно первое время когда только-только вот начали осваивать аппараты дэнас пкм были вопросы сейчас они в обратной связи нередко встречаются да говорят у меня сломался аппарат он не набирает мощность что происходит куда сдавать так вот как только вы услышали вопрос что аппарат не набирает мощности она ограничена или я ничего не чувствую на себя поставил на мужа на соседку на всех поставил они тоже ничего не чувствуют то есть вот никаких ощущений под электродами сразу ну вот поверьте 99 и 99 десятых таких вопросов касается того что когда-то случайно или специально или кем-то была включена эта функция и не выключили обратно не не нажали вот этот в меню пункт выключено поэтому на вопрос не набирается мощность вы совершенно спокойно отвечать отключите функцию детский доктор и тогда у любого взрослого человека пожалуйста будет мощность набираться и все как положено что еще подразумевает вот эта вот опция эта функция когда мы выбираем тот или иной диапазон тот или иной возраст то кроме ограничения набора мощности происходит еще такое ограничение или предлагается продолжительность процедуры с учетом возраста то есть например детки до 1 года до трех минут вы увидите тоже что как бы ограничение времени процедуры это довольно таки логично согласитесь да чем старше детки там потом до 5 минут до 10 минут и там 7 12 лет 20 минут сейчас мы поговорим по таким неким правилам так скажем проведения дэнс у детей и еще что включает функция детский доктор значит мощность продолжительность процедуры стоят некие ограничения хотя в ряде ситуации мы можем сами дозировать и просто повторять воздействие в том или ином режиме да и также это опция эта функция подразумевает фильтр программ с я вам привожу самый простой пример если вы выберете до года и выйдите в главное меню зайдете в программы вы увидите что все 24 программы аппарата дэнс пкм или нейродэнс пкм куда-то делись остались только вздутие диарея запор насмок и удушье это сделано для удобства для людей которые впервые осваивают ну для какого-то это логично потому что если мы выбираем опцию до года и видим в списке программ потенции гинекологическая боль ну это действительно малышу не до года не до двух не до трех не до четырех лет не надо поэтому это вот ну такая вот опция которая автоматически устанавливается когда вы выбрали тот или иной режим если хотите маркетинговый ход либо удобство применения люди конечно которые знают не первый день и не по наслышке аппарата они как бы совершенно в состоянии это дозировать ну однако детский доктор действительно позвоняет прежде всего это удобно в плане вот ограничения мощности воздействия которого будет пять условных единиц и так если вам ваши консультанты или кто-то из вашего окружения у которого есть аппарат дэнас пкм или нейродэнс пкм задают вопросы что он сломался потому что не набирается мощность куда-то делись все программы осталось только несколько программ что происходит это значит они включили эту функцию и забыли просто отключить когда-то она была включена и уже полежал день аппарат выключена а все равно он запомнил вот это последнее ваше движение поэтому пожалуйста обращайте внимание специально сделал акцент что часто встречаются вопросы куда сдавать потому что нет программ куда-то они делись для применения у детей принципе подходят все наши выносные электроды без принципа тоже просто конечно мы ориентируемся на возраст если это совсем лялечка лялечка до одного года но возможно дэнас рефлекса будет несколько не актуален в силу его громоздкости да и он уже понадобится в более старшем возрасте а например дэнас аппликаторы и вообще все которые здесь перечисляются до электроды дэнас аппликаторы массажные электроды расческа дэнас очки они подключаются к нейродэнс пкм и дэнас пкм аппарата дэнас аппликаторы любой возраст и у лялек и у маленьких и с кишечными коликами и уж тем более более старшем возрасте конечно применять можно дэнас очки например но тоже я не думаю что будете стремиться одеть на новорожденного они не адаптированы не потому что нельзя но будешь писать это все-таки уже где-то лет с четырех с пяти дошкольный возраст и уж конечно школьные и более старшие тем более взрослый возраст поэтому применять или не применять аппликаторы или применять или не применять дэнас очки рефлекса зависит от показаний от цели и конечно от возраста малыша целесообразности той или иной конструкции применения на тот или иной участок тела так понятно что электроды конечно тоже у деток применяем каковы существуют такие стандартные некие правила они я думаю несложно запомнить но лишний раз проговорим с вами и как я уже обратила внимание первое правило очевидно и понятно это не сильно то есть у детей дошкольного возраста я бы даже сконцентрировала лет до четырех применяется минимальная мощность без ощущений если у вас аппарат каких-то годов выпуском задают вопросы у меня там еще нету вот функции детский доктор да какие-то там 13 года выпуска например дэнас аппарат тогда вы сами дозируете мощность в этом проблем нет я могу сказать по своему опыту по опыту своего окружения и естественно мы являемся я и мои коллеги мое окружение в конце концов детки моя дочка и детки с которыми я работаю конечно мы пользователи аппаратов дэнас я могу сказать что чем проблем нет с мощностью проблемы иногда есть с родителями извините за такой вот юмор может быть но с детками с маленькими все конечно зависит от того как вы какой нашли подход и как правило процедуры проводятся и даже если нет функции детский доктор мы устанавливаем просто мощность две три условные единицы чтобы малыш лет до трех до четырех ничего не чувствовал дошколята и школьники в принципе совершенно спокойно уже могут дозировать себе мощность я думаю те кто сейчас слушает вебинары те у кого детки вы применяли аппарат дэнас вы тоже понимаете что сложного в этом ничего нет я эту мощность я называю вода в кране уже в состоянии регулировать холодное и горячее и ребенок извините в состоянии регулировать с определенного возраста холодное и горячее также и дэнас поверьте совершенно в состоянии себе регулировать мощность если это возникает в этом необходимость непонятно что на процедуре должны быть только положительные эмоции этой фразы я бы хотела обратить внимание что понятно что не насильно мы конечно заставляем но когда работаете совсем маленькими детками да и приходится воздействовать можно непосредственно на кожу ставим электроды аппарата обратите внимание электроды встроен электрод аппарата даже аппликатор в какой-то степени устроены тем более это это металли металли ну такой сплав металлов медицинский естественно который там не подлежит ни коррозии никаким там изменений ничего но он прохладный даже в комнате где я нахожусь не довольно таки тепло если я устанавливаю на чувствительный участок кожи я ощущаю некую прохладу я к чему это говорю если вы сляйкой сляйкой сразу же бумс поставили согрейте сначала в своей руке электрод чтобы не было никакой температурной разницы просто его согреть а потом уже до года я имею ввиду детки да понятно что со старшими проблем нет и еще раз гулять с четырех уже в принципе сами детки то уже могут процедуры проводить поэтому согрейте электроды аппарата всем показалось что они прохладные а потом уже мы ставим там на животик ли там на ручку на ножку сейчас поговорим о наиболее часто используемых зонах для воздействия у детей при некоторых ситуациях правило недолго и методично это тоже понятно что есть какие-то элементарные возрастные ограничения и возрастные ограничения по времени воздействия они по возможностям аппарата дэнас у детей до года в среднем в среднем это 3-5 минут и дальше добавляйте там по 3-5 минут у детей до 3 лет это 5-10 минут я имею ввиду продолжительность всей процедуры 4-7 лет 10-15 минут и старше 7 лет 20 минут иногда и больше это не является чем-то вот не дай бог у ребенка старше 7 лет больше 20 минут нет каким-то очень жестким потому что например если это травмированный ребенок не дай бог травма конечно время воздействия может увеличиваться то есть есть ситуации почему я первым слайдом упомянула первую помощь когда элементарно нам надо вести обезболивать оса укусила в палец там разнесло пол руки пока доехал там собственно только поставить аппарат и держать держать и буквально в течение первых минут уже спадает отек но чтобы не было прогрессирования этого отека этой болезненности аллергического отека можем конечно чуть дольше держать аппарат чем это регламентируется при хронических заболеваниях когда мы подразумеваем проведение одной процедуры или двух процедур в течение дня то вы как раз руководствуетесь вот этими временными промежутками указанными на этом слайде по возрастам и на одной процедуре это стандартное правило денсотерапии для всех и для взрослых и для детей мы можем проводить воздействие в одной двух или трех зонах например только животик проекция кишечник или можно и животик и поясница поясница как сегментарная зона при проблемах например да со стулом с кишечником и можно добавлять одну или две точки можно животик и там хэгу точка на руке на поэтому одна три зоны и можно дополнительно одна две точки это мы количество зон проговорили приостых или обострение хронических заболеваний средний курс 10-14 процедур он может быть меньше но была например какая-то реакция на прививку температурную да мы в комплексе там с питьем там охранительным режимом каким-то спокойным на дали одну-две процедуры дэнас все 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 хорошо все эти температура нормализовалась все хорошо понятно что это не каждый раз 14 процедур мы упираемся и делаем но при хронических заболеваниях рецидивирующих каких-то проблемах конечно говорим о курсовом лечении это стандартные правила не только для детей и при необходимости опять же если это хроническое заболевание курсы повторяются например сегодня мы будем говорить о более подробно о детской неврологии и если это последствия родовой травмы если это там какой синдром минимальной мозговой дисфункции если это проблемный маму малыш так скажем да после вот родовой какая-то перинатальное поражение нервной системы тогда конечно это курсовые курсовое лечение знаете даже у детей первого года жизни сколько курсов массажа несколько курсов массажа назначаются несколько курсов дэнс причем можно делать небольшие перерывы для стабильного эффекта это общее правило и еще один момент для самых маленьких у малышей до года до полутора лет до года как вариант воздействия чаще всего проводится в таких зонах общего действия это область спины шейно-воротниковая пояснично-крестцовая около позвоночные зоны мы сейчас с вами будем разбирать в области стоп в области ладошечек и применяется преимущественно так называемые низкие частоты либо комбинированные режимы 7710 и 1077 10 20 герц 77 10 и 1077 в зависимости какая модификация аппарата да это чаще всего это просто вот чаще всего конечно есть некоторое состояние которое однозначно требует консультации врача понятно что может сразу вот физически все за один слайд не перечислю но обратить обязана ваше внимание да как доктор что лихорадка неясные причины если у ребенка у маленького который не то что еще не формулирует то что сказать ничего не может температура под 40 однозначно этот ребенок должен быть осмотрен врачом да хоть не подсохнуть под 38 в любом случае до лихорадища ребенок должен быть осмотрен врачом острая боль жива те сопровождающиеся диэреи и температурой не дай бог однозначно особенно у маленьких детей потому что маленький ребенок два поноса и уже извините обезвоживание это взрослому надо несколько дней неоднократно жидкий стул и это вряд ли он так быстро обезводится поэтому такие вот эти вещи это не является прям прямым противопоказанием это является обратить внимание знаете когда звонят по телефону у меня что-то с ребенком у него температура его вырвал у него понос как лечить дэнасом я бы давайте так должен быть осмотрен врачом однозначно да и нас будет подключаться вторым третьим пятым пунктом пожалуйста для начала должно быть комбинированное лечение или даже там осмотр в приемном покое до того или иного отделения ну и конечно все что касается здоровье деток я думаю родители все самые бабушки дедушки опекуны все кто непосредственно занимаются воспитанием своих деток или не своих деток и раз заниматься здоровьем деток согласятся что конечно ответственность лежит на родителях и родители непосредственные участники лечения доктор острота да ну даже при остром заболевании родитель все равно доходится рядом он поддерживает малыша я к чему это все говорю конечно когда мы ну острые заболевания пока оставила в покое все-таки это такая специфика и удел оказания первой помощи специалистов когда мы говорим о реабилитации восстановления после перенесенного заболевания когда мы говорим о хронических проблемах когда подразумевается не один и не два а много курсов из-за хронической проблемы да например где детский церебральный паралич речевые нарушения какие-то ортопедические заболевания конечно непосредственное участие родителей и хорошо если родители будут владеть аппаратом дэнас врач физиотерапевт ли это невролог ли он контролирует назначает или не назначает медикаментозное лечение но согласитесь от того что ребенок один ребенок с тяжелой неврологической какой-то патологии один раз в год или два раза в год будет хорошо пролечен в реабилитационном детском центре этого недостаточно очень нередко для детей это относительно здоровых часто болеешь периодические курсы приходится повторять это конечно занимаются родители поэтому мы призываем конечно объединяться в какие-то такие группы и у нас есть родители которые больные родители деток с дцп объединяются вот такие вот партнерства какие-то негомерческие занимаются совместным изучением разных методов и методик разных методов и методик я постаралась тоже не делать акцент на международную классификацию болезней понятно что показаний так гораздо больше я постаралась определенные разделы здесь осветить на этом слайде и обратить внимание что сегодня мы поговорим по вот пунктам как раз таки неврологическим проблемам потому что сразу коснуться за один вебинар за один час там пусть даже там час небольшим всех на свете и ортопедических и зрительных технически не было у меня такой цели но напоминаю что вся детская неврология это прямое показание к применению аппаратов дэнас есть специальные методики которые мы сейчас с вами обсудим конечно же заболевания органов дыхания логанов аллергические заболевания все это прямое показание я уж не говорю о травмах ортопедических заболеваниях заболеваниях пищеварительной системы и зрительных нарушениях то есть конечно это все показания как и у взрослых так и у деток и чем старше ребенок тем меньше различий с проведением процедуры взрослых да если это школьники то процедуры мало чем отличаются от таковых как у взрослых поэтому акцент сделаем сегодня и на маленьких в том числе больше деток и так наиболее часто используемые зоны у детей с различной проблемами здоровья у детей первого второго третьего года жизни более старшего да особенно когда страдает весь организм сон эмоции настроение речевые нарушения когда вот несколько есть жалоб давайте перечислим наиболее часто встречаемые зоны а потом какие-то уже акценты растают и так я обращаю внимание среди универсальных зон и у взрослых и у детей у детей особенно у маленьких очень популярно воздействие около позвоночных зонах один из вариантов воздействия около позвоночных зонах это частота 10 герц выбираете в меню частоты в аппарате дэнас пкм или нейродэнс пкм это универсальные наши аппараты мощность минимальная или комфортная я здесь имею ввиду что если это уже школьник 10 11 12 уж тем более там 14 15 лет мы можем не ограничиваться 5 условных единиц и можем устанавливать комфортную для данного ребенка мощность как мы с вами сказали у детей до 4 лет или до школьников принципе можно устанавливать минимальную мощность воспользовавшись функцией детский доктор среднее время от двух до десяти минут тоже определяется возрастом воздействие проводится сверху вниз мы переставляем или передвигаем аппарат скорее всего это будет вариант такой лабильно стабильного способа воздействия слева и справа от позвоночника эти же зоны еще называются зоны точек согласия эти же зоны они повторяют ход меридианов мочевого пузыря являются общерегуляторными при любых проблемах со стороны центральной нервной системы со стороны сердечно-сосудистой системы со стороны эндокринной системы и при интоксикациях организмах отравлениях интоксикация следующий вариант воздействия с первым как то я надеюсь все понятно тем более у нас был вебинар посвященный базовым методикам чтобы я хотела разобрать более подробно по крайней мере последние полгода вот в рамках нашего образовательного проекта мы еще очень подробно режим скрининг не разбирали а у деток это очень не побоюсь этого слова интересный важный по своему тоже базовый в детской неврологии режим если вы посмотрите главное меню аппаратов дэна с пкм или нейроден с пкм вы увидите слова скрининг так вот режим скрининг предназначен для поиска триггерных зон у взрослых наиболее проблемных зон он позволяет нам локализовать куда в дальнейшем проводить воздействие это своеобразный диагностический режим а вот у детей маленьких особенно деток или очень проблемных деток на предмет детской неврологии до детский церебральный паралич спастический синдром какой-то да там с синдром судорожный синдром повышенная судорожная готовность там скрининг конечно занимает одно из важных мест особенно у деток с дцп первые курсы когда мы начинаем начинаем с этого режима скрининг так вот как технически проводится воздействие малыш находится ну опять же в зависимости от возраста либо он уже лежит сам на боку или на животике или сидит либо он находится на руках у мамы маленькие ляльки да это надо было наверно мне более раннем слайде конечно можем на руках у мамы там или у папы или у бабушки у ближайшего человечка родного проводить воздействие и обратите внимание что в режиме скрининг вот это я прям как домашнее задание бы дала если кто еще не освоил не обязательно детках сделать это на взрослом родственнике проверьте как он работает мощность устанавливается автоматически то есть когда вы в меню выбрали режим скрининг аппарат уже готов к тестированию конкретной каждой зоны для маленьких деток мы чаще всего да и для взрослых тоже это представляет интерес мы предлагаем провести процедуру или провести часть процедуры в режиме скрининг в проекции около позвоночных зон слева и справа от позвоночника аппарат каждый раз устанавливается на точку слева или справа от позвоночника начиная с верхних отделов с шейного отдела симметрично слева справа аппарат автоматически за пять секунд делает измерение в этой зоне речь идет об такой индивидуальной электропроводности это определенная физическая величина это как маленькая электропунктурная диагностика слева и справа последовательно сверху вниз вы получаете целый комплекс значений продолжительность воздействия в режиме скрининг в около позвоночных зонах определяется длиной тела поэтому у лялик это довольно таки быстрая манипуляция всякие по пять секунд там три-четыре установки занимает аппарат быстренько протестировали спинку у человека двухметрового роста это занимает больше времени через пять секунд каждый раз на экране появляется значение цифровое от 0 до 100 сама по себе цифра принципиально ничего не значит обратите внимание на симметричность слева и справа наличие большой разницы значений симметричных точках говорит о ну я простым языком о некой проблеме на уровне вот шейного отдела здесь я вам пример привела на этом слайде или крестцово-копчиково отдела до самого низа через одежду мы не прозваниваем это у понятная картиночка через одежду мы не ставим аппарат понятно что на саму тельце ставится до крестцово-копчиково отдела когда мы переставляем аппарат обращайте внимание на цифровые значения можете записывать можете запоминать как вам удобно смотря какой по габаритам человек и для примера вы видите на этом слайде что шея на воротниковой зоне если быть точнее область первых шейных позвонков и самом низу есть разница согласитесь я какой-то вот совершенно реальный пример привожу что между шейным и крестцово-копчиковым значением копчиковым отделом мы получили однородные значения они не сильно отличаются друг от друга а вот на уровне шейного отдела и нижнего отдела спины мы получили значения которые отличаются друг от друга что означает эта диагностика дело в том что в однородной зоне а область спины это однородная зона она не по электропроводности по температуре по влажности не должны участки отличаться друг от друга если мы видим такую разницу 45 и 12 например это значит что здесь либо нарушен кровоток либо есть болевой синдром либо какой-то спазм идет да то есть есть какая-то физическая проблема на этом уровне либо проблемы с центральной нервной системой имею ввиду головной мозг то же самое на уровне крестцово-копчиково отдела с ножками проблемы либо проблемы с центральной нервной системой то есть это знаете такой режим который вот никакой связи с космосом никакой здесь ничего нету никакой не не фантастики никаких сложно это электропунктурная диагностика мы меряем электропроводность симметричных точках большая разница свидетельствует о проблеме кровоток мышечный тонус воспаление то есть целый ряд явлений нездорового организма может давать вот эту разницу мы не ставим диагноз мы задаем вопрос что тут происходит да там болит голова да там нарушен сон да там есть проблемы с верхними или с нижними конечностями скрининг помогает нам сориентироваться на шею или на поясницу провести воздействие пять дней или все десять дней можно скрининг делать перед процедурой можно вообще первые дни на одном скрининге только маленького ребенка вести особенно как я уже сказала с судорожной готовностью с какой-то вот неврологией с гипер какими-то функциями с пастикой и прочими состояниями и так режим скрининг характеризует индивидуальную электропроводность каждой зоны нас интересуют симметричные и ближе расположенные точки нас не интересует сравнение точки на щеке и на пятке нас интересует лево и право шейный отдел лево и право грудной отдел и так далее симметричны у маленьких детей применяется в качестве лечебного ну и в качестве косовообразного зональной диагностики у взрослых в качестве лечебного режим скрининг не рассматриваем потому что пять секунд весь таки это совсем короткое время для взрослого человека воздействие поэтому у взрослого только в качестве зональные диагностики куда провести воздействие болит все вся спина болит все боль и с плохо сделали скрининг посмотрели у вас на уровне шейного отдела проблемы а ребенок который тоже маленький словами не может озвучить свое беспокойство тоже можем применять вот этот режим для конкретики потом на шею или на поясницу проводить процедуру ну и если продолжение зачем нужен режим скрининг иногда можно ограничиться только скринингом а иногда можно продлить воздействие там где вы нашли явные триггерные зоны явно вот по-другому аппарат работает большая разница в симметричных точках можно провести воздействие уже в лечебных режиме на частоте 77 или 60 герц и конечно мы ориентируемся каждый раз на жалобу да потому что вот так сказать 45 делает так я не могу мне нужен живой человек я могу только одно точно сказать чаще всего асимметрия в режиме скрининг или вот эти триггерные зоны и у взрослых и у маленьких и у школьников и у стареньких мы видим на уровне шейного и пояснично-крестцового отдела самые частые но если вы сделаете режим скрининг у чихающего ребенка вы увидите на уровне грудного отдела понятно что надо будет воздействовать на уровне грудного отдела при любом кашле при любом бронхолегочном заболевании вот такая особенность подытожу немножко еще раз обратите внимание режим скрининг у маленьких деток даже если вот пока люди только осваивают аппарат есть неврологические диагнозы есть проблемы можно начать с него первый курс и даже можно ничего больше ничего просто скрининг околопозвоночных зон и у нас следующий вебинар предстоит речевые нарушения вот тяжелые речевые нарушения до логопады делать а там просто задержка с ним там логоневрозами ну какая-то более грубая речевая патология какая-то органическая патология головного мозга тоже можно рекомендовать первые процедуры или даже первый курс проводить с околопозвоночных зон в режиме скрининг вот на что я обратила внимание да и сейчас немножко уже запамятовала скрининги мощность не устанавливается она автоматически вам только включить надо вроде первым слайдом это про режим сказала следующие возможности наши я обратила внимание что чаще у детей и мы сделали акцент на неврологические проблемы используются общие гуляторные зоны и к ним относятся шейно-воротниковая зона мы не раз на разных вебинарах говорили и здесь я подразумеваю что что-то вы уже видели знаете если не знаете переспрашивайте обязательно прокомментирую можно отдать предпочтение частоте 10 герц можно комбинированы 77 10 или 1077 но эти все вот вокруг 10 герц у меня крутится мощность минимальная или комфортно это с учетом возраста я думаю это уже понятно поэтому каждый раз я не буду на слайдах писать детский доктор детский доктор то что это может быть 15-летний подросток извините там ради бога можно комфортной мощности 10 и 15 и 20 условных единиц установить среднее время от нескольких буквально минут до пяти до десяти минут и можно проводить и нужно если есть такая возможность техническая шейно-воротниковой зоне воздействия с помощью донос аппликатора и у маленьких и у детей более старшего возраста пояснично-крестцовая зона сейчас просто некоторые техники проговорим да с вами пояснично-крестцовая зона частота или 10 или тоже 77 10 модулированы или 1077 если у вас уже нейроденс пкм в наличии про мощность все сказала с учетом возраста мы договорились никаких неприятных ощущений не должно быть на процедуре среднее время тоже также до 10 минут и лобильным и стабильным способом и стабильно можно с помощью дэнас аппликатора у малышей как раз таки если возьмете я кстати не предусмотрела надо было мне под руку сейчас положить аппликаторы если вы возьмете дэнас аппликаторы на нижнюю часть спины у ребенка там до 4 до 5 лет он фактически как раз чуть ли не большую часть пояснично-крестцовой зоны задействует я уж не говорю про маленького аппликаторы конечно можно у детей к общерегуляторным зонам или универсальным зонам и точкам относятся второй шейный позвонок напоминаю что проекция кожная проекция второго шейного позвонка это граница роста волос это под затылком да вы все можете легко нащупать в углублении в основании шеи и как правило выбирается низкая частота либо модулированная тоже 7710 либо программа мы для примера я привела частоту 10 герц область проекция второго шейного позвонка это проекция сосуда двигательного центра это такое знаете второй шейный позвонок это слабое звено у детей которые перенесли родовую травму и одна одна из основных зон вот область шейно-воротниковая зона конечно уже входит второй шейный позвонок но все равно я отдельно можно отдельно о нем говорить и все что касается память внимание мышление настроение внутричерепное давление головные боли метеочувствительности до раздражительности и так далее это все та же второй шин речевые нарушение это тоже все шейно-воротниковая зона и 2 шейный позвонок и время зависит от возраста ляльки ляльки до 1 минуты и детки уже ближе к школьному возрасту до пяти минут стабильно если ну тут собственно двигать то никуда не получится если мы говорим о встроенных электродах аппарата очень интересная зона и очень такая вот тут тоже как говорится с нуля буквально лет это подошвы стоп очень богатая рефлексогенная зона мы с вами знаем как у взрослых мы любим электрод дэнос рефлекса но здесь у ляльки дэнос рефлекса не очень то поставишь поэтому в нашем арсенале непосредственно встроены электроды и дэнос аппликаторы и подошвы стоп действительно является очень мощной такой лечебно-профилактической зоной и применяется при проблемах мочи выделительной системы при проблемах пищеварительной системы кишечника прежде всего до нарушения стула при проблемах неврологических тоже можем говорить подошвы стоп и можно предпочтение отдать модулированному режиму или частоте 7710 или 1077 я думаю вы уже улавливаете да чем я говорю в зависимости какая модификация аппарата в наличии про мощность мы уже с вами все сказали среднее время буквально от 1 2 минут до 10-15 минут конечно у деток уже более старших там начиная с 3 с 4 и уж тем более старше лет можно пользоваться дэнос рефлекса и конечно подошвы стоп это ортопедические заболевания но я просто здесь акцент сделала на общее самочувствие общее состояние неврологические проблемы поэтому упоминаю как общерегуляторную понятно что и при ортопедических проблемах да однозначно биологически активные точки хэгу весьма популярна не только у взрослых но и в педиатрической практике и напоминаю что эта точка находится между первым и вторым пальчиком на тыльной поверхности кисти у нас есть пост посвященный этой точке нашей группе вконтакте и в инстаграм почитайте посмотрите одна из самых часто используемых точек если мы говорим о классической китайской акупунктуре но у нас с вами есть встроенный электрод аппаратов у нас более чем устраивает мы можем рекомендовать проводить воздействие на тыльной поверхности кисти слева или справа можно чередовать у малышей опять же я пока оставлю одно двухмесячного ребенка то есть где то наверное все таки чуть уже старше года старше полутора лет и время если вы выбрали программу мэтт дозируется индивидуально занимает более пяти минут если перед вами не усидчивые малыши тоже вот например 3-4 годика да там попробуй пусть не каждый может мы только начинаем общаться да или это аутичные какие-то детки когда вот так вот не сразу не с ходу первые процедуры хотя еще раз вы все очень разные детки и аутичные тоже иногда сидят лучше чем или это гиперактивный ребенок я к чему если вы понимаете что эта программа мы тут попробую говори вот эти вот пять шесть минут вы можете включить все тоже 10 герц и по одной две минутки на точку хэгу проводить воздействие с одной или с обеих сторон привлеките малыша пусть он смотрит там как там бегут цифры когда заканчивается время например будет можно установить там до трех минут до воздействия пусть привлекать с трех четырех лет уже к участию в проведении процедуры самого ребенка и эта точка показана не только при проблемах со стороны центральной нервной системы до последствий родовых травм речевые нарушения ну и конечно у часто болеющих детей она будет работать как и лечебный как профилактическая точка то есть когда нет никаких симптомов но все вокруг уже чихают кашляют болеют можно взять за хорошую привычку в период сезонной заболеваемости такой вот неблагоприятной эпидемиологической обстановке воздействовать каждый день на проекцию точки хэгу утром или вечером как вам удобно ну там если придираться может быть логичнее утром хотя еще раз это можно в любое время в программе мэтт или на частоте низкой 10 герц смотрите как бы как по малышу старше четырех лет это уже программа мэтт обращаю внимание что как и подошвы стоп вот сами стопочки да так и кисть ребенка вот ладонная поверхность да и вообще сама вся кисть это является такой очень богатой рефлексогенной зоной и при неврологических проблемах и задержках речевого и психического развития помните у нас с вами был вебинар посвященный системе соответствия су-джок и мы знаем что голова одна из проекций по системе су-джок это большой палец подушечки больших пальцев и мы можем такое своеобразное лечебно-профилактические мероприятия деткам маленьким рекомендовать но опять же это уже старше полутора-двух лет те кто вот могут сесть вот так вот одновременно два пальчика ставить на встроенный электрод аппарата может быть та же низкая частота 10 или 20 герц и так вся неврология это ладошечка или отдельно пальчики речевые нарушения все все сюда же также идет в проекции этих точек напоминаю что продолжительность программы мэтт определяется ее первой фазы это индивидуальное время аппарат и в режиме скрининг там цифровые значения он очень умный он сам показывает как первая фаза программы мэтт аппарат показывает сам дозирует время воздействия поэтому пять или шесть минут занимает в целом программа мэтт либо пожалуйста можете использовать низкие частоты как я это предложила на этом слайде вариант для области головы куда без тройничной зоны наше все и у деток единственное есть организационные не технические не противопоказания боже упаси никакие либо другие ограничения конечно зону 6 точек или по медицинским терминам это тройничная зона называется да мы не будем упираться и делать там двухдневному ребенку и там ляльки трехмесячного да на лицо ставить поэтому это конечно где-то уже возраст от двух и старше лет ну опять же все таки дошкольных деток одна из интереснейших универсальных зон наравне с околопозвоночными их можно чередовать через день до при проблемах детских каких-то долгоиграющих даже неврология детская и тройничная зона напоминаю это действительно шесть точек которые это проекция веточек тройничного нерва первая пара это угол брови вторая пара это у крыла носа никаких проблем поставить да нет аппарата и третья пара это чуть ниже угла рта мы не можем не попасть мы находимся совершенно четко в проекции этих точек у нас есть вебинар посвящен этим базовым методикам поэтому некоторые вещи я сильно долго тут не задерживаюсь проект со шести точками проблем нет у нас с вами есть три варианта воздействия на эту зону интересных вариант выберите какой предпочтитель либо их чередуйте я очень люблю у детей вариант со скринингом из первой фазы программы мед когда аппарат тестирует точку подает звуковой сигнал через сколько-то секунд и если это ребенок 4 и старше лет он такой становится активным участником он говорит у меня в этой точке через 30 секунд прозвонила но это уже понятно что чуть постарше детки а вот в этой точке всего 5 секунд прозвонила то есть он уже начинает как бы вот участвовать оценивать свое самочувствие правильно у меня же там голова болит или у меня нос не дышит наверное надо здесь подержать аппарат дольше это пожалуйста это может быть вариант первой фазы программы мы при минимальной или комфортной мощности на каждой точке это будет индивидуальное время осваивать эти техники они очень интересны это может быть вариант когда самый простой просто берете включаете вот если вы только первый раз сейчас меня увидели тут с аппаратами да и пока сложно понять что значит первая фаза включите частоту 10 герц по одной минуте на каждую точку вот это будет такая методика универсальная при любой неврологической проблеме при любой поведенческой проблеме при любом воспалительном заболевании в области головы и шеи у ребенка в том числе но у ребенка старше двух-трех лет то что совсем мелкий не как вы догадываетесь не захочет мы там больше со спиной у них работаем поэтому когда нам задают вопрос как лечить ребенка с дцп у меня первый вопрос возраста какой они два года там одна или возраст эти 32 года тоже же ребенок для кого-то это ребенок там уже техники будут как бы побогаче по зонам а у маленьких мы больше со стороны спины и постепенно переходим уже и к воздействию области шести точек когда они старше становятся и конечно же у нас с вами есть вариант воздействия в режиме скрининг в области шести точек 5 секунд всего на точку и смотрите обращайте внимание на наибольшую разницу в симметричных точках если это не дышит нос или если это болит голова она будет эта асимметрия если вообще есть какая-то проблема области головы и шеи на общее самочувствие интоксикация она будет это асимметрия вы можете сделать скрининг потом дополнительно там на частоте 10 герц обработать этой точки здесь все-таки зависит от жалоб мы с вами проговариваем сейчас базовые вещи вот такие три способа воздействия на зону шесть точек и кто сейчас если меня смотрим мы будем отчасти перекликаться с предстоящим через две недели вебинаром хотя там конечно сделал акцент именно на речевые нарушения но все таки кто-то смотрит специалисты кто логопеды дефектологи психологи детские освоите вот варианты у деток со скринингом и с программой мы это особенно ее первая фаза чтобы не вся программа 5 6 минут на точку это может быть утомительно а именно вот этот вот первая часть детям на моей практике нравится они так очень охотно и очень прям включаются в процесс лечения цифры эти отслеживают рассказывают комментируют и уже бегут на следующую процедуру радостно знаешь что тут интересное вот с аппаратиком мы привлекаем детей конечно тоже итак мы с вами проговорили сейчас несколько зон мы и раньше называли ну вот сделали некоторые акценты уже все-таки обучающие с вами до вебинара и мы учитываем что и новички нас смотрят мы сделали акценты у деток что не надо бояться аппараты есть показания и вся детская неврология это одно сплошное показание для применения аппарата дэнас что еще применять кем наблюдаться понятно что это решает специалист который ведет этого ребенка но нет противопоказаний неврологические заболевания помните с вами у нас противопоказания кардиостимулятор у нас противопоказания непереносимость кстати у детей как-то что-то особо то я не сталкивалась непереносимость любому человечку можно подобрать параметры я имею ввиду мощность у нас с вами есть все возможности в аппарате дети не испытывают неприятных ощущений под электродами благодаря функции детский доктор и благодаря тому что вы совершенно в состоянии дозировать воздействие контролировать уровень мощности пример проведения процедуры и для примера на этом же слайде я перечисляла некоторые состояния или заболевания как вам удобно до симптомы которые встречаются у детей часто в связи с вот ну последствием там перинатального поражения центральной нервной системы родовой травмы родовых каких-то осложнений да и и без этого детки там в гипоксии которые родились или недоношенные детки но могу долго перечислять я думаю что смысл понятен нарушение сна метеозависимости головные боли собственно вот она тоже метеозависимости есть непереносимость транспорта детка который бесконечно укачивают даже в приличном транспорте капризность эмоциональная лоббильность раздражительность я разными словами очень похожие вещи сюда же можно отнести к этому разделу к этим вот каким-то базовым методикам подготовка к садику и к школе ребенку ребенка чтобы ему проще было знаете называется повышение адаптационных возможностей это называется антистресс терапия даже совершенно четко мы знаем что взрослые ведь описывают вот этот антистресс эффект шесть точек сделал по около позвоночной сделал и сплю великолепно а детки то у них более пластичная нервная система знаете ли вы что дети гораздо быстрее реагируют им даже не надо там два-три курса подряд мы уже с первого курса видим динамику и нам родители говорят вы знаете он у нас стал спать он перестал просыпаться каждую ночь вы знаете я его утром уже он улыбается садится свешивает свои ножки и не капризнится по полчаса не одевает одну колготку на одну ногу то есть быстрее включается в этот рабочий день то есть примеров можно много привести не говоря о том что например если это гиперактивные детки они становятся более усидчивыми у них повышаются какие-то вот когнитивные меняются функции до память внимание мышление вот почему кстати логопеды и дефектологи обожают аппараты дэнас я вам хочу сказать что если детский психолог логопед дефектолог взял хоть раз в руки аппарат дэнас и реально давайте так реально не посмотрел и отложил а реально поработал с детьми с несколькими он скажет да это работает потому что особенность нервной системы ребенка особенно вот первые годы жизни когда мы очень многое можем что сделать еще нет вот этой миелиновой оболочки на нервах да еще ребенок он очень пластичная нервная система она очень хорошо реагирует возможно вы слышали что говорят первые три года можно сделать чудеса даже если ты ребенок родился с угрозой дцп детского церебрального угрозы да когда прямо вот он с двигательными с чувствительными нарушениями он идет с задержкой с отставанием в развитии но это ребенок 1 2 года года жизни можно сделать полностью его в школе ничем он не будет отличаться от сверстников но если там нет какой-то грубейшей органической патологии вы это знаете это и без дэнаса известно а дэнас просто это тот самый мостик та палочка вручалочка которая позволяет родителям принимать участие не ждать когда через три месяца позовут на очередной реабилитационный курс и надо будет каждый день ребенка возить на физиопроцедуры физиопроцедуры им показан а сделать это в домашних условиях без стресса без тоскания извините в период эпидемической заболеваемости всякими вирусами и простудами когда дома можно больному ребенку оказать помощь да я не против поликлиник но сами понимаете все-таки должна необходимость чтобы туда показаться в поликлинику околопозвоночные зоны мы с вами обсудили среднее время от нескольких минут носит а лялька там и две и три минуты до 10 минут шейно-воротниковая зона это можно проводить воздействие в шейно-воротниковой зоне и встроенным электродом можно сверху вниз прямо вот такой знаете верообразные движения можно переставлять можно с помощью аппликатора тоже буквально от одной-двух минут до до пяти до десяти минут возрастом определяется продолжительность воздействия в каждой зоне тройничная зона начиная где-то с трех примерно лет зависит от малыша и уж тем более более старшем возрасте одна может быть всего зона но можно две зоны мы с вами говорили в самом начале на процедуре можно одну зону утром например около позвоночной зоны а вечером пояснично-крестцовая или или утром шейно-воротниковая зона а вечером пояснично-крестцовая зона очень хорошая кстати методика для домашнего варианта не подходит для физкабинета потому что понятно что ребенка утром вечером никто туда технически не очень удобно будет привозить да и не надо это делать поэтому в рамках физкабинета если это реабилитационный центр на какой-то оздоровительный центр понятно все в одну процедуру мы укладываем две-три зоны в домашних условиях проще я могу сделать что-то утром особенно ляльки да какие-то две-три минуты поработать а что-то вечером период когда он бодрствует настроен так скажем на общение с близкими людьми согласна со мной поэтому я иногда я пишу 1 2 процедуры в течение дня даже при хронических проблемах здесь правда не указала на этом слайде но вот указала в своей речи в комментариях к этому слайду обратите внимание вот такая вот базовая методика которая нас будет более чем устраивать понятно что можно подключать и биологически активные точки которые я уже упоминала выше для примера раз уж мы с вами взяли некоторые акценты именно раннего детского возраста да хочу обратить внимание что и такие вопросы есть и они были где-то меня просили прямо осветить возможность применения при кишечных коликах конечно не ни в коем случае не противопоказана эта проблема которую надо пережить мы всегда обращаем внимание что это определенный период часто встречаются у деток связано с такой определенной физиологической незрелостью пищеварительного тракта когда вот меняется и микробиота и вместе с этим происходит изменение моторики и действительно как вариант нормы можно рассматривать но до трех месяцев они должны конечно прекратиться эти кишечные колики так вот область живота 7710 или 1077 зависит от модификации аппарата я думаю вы это помните мы с вами говорили дэна с пкм или нейро дэнс пкм там вот этот модулированный режим суть не отличается изменилось название после перерегистрации среднее время 35 минут плюс минус как говорится 30 секунд можно с помощью дэнас аппликатора можно конечно же с помощью встроенного электрода я обратила внимание когда лялька электрод любой согреть сначала в руке а потом поставить на животик до аппликатор можно под подгузник разместить поэтому упомянула согласитесь это удобно да просто его под под подгузник и животиком к себе теплом к себе то бы к маме или там к папе бабушки и дедушки кто укачивает и кто помогает данном случае зона стопоч да пожалуйста подошва именно зона стоп на те же параметры 1 2 минуты как раз когда распеленали как раз когда у нас процедуры проветривания массажа животика не вот это вот одну хотя бы минутку это будет тоже очень хорошее подспорье для самочувствия и кишечника и самочувствия и настроения малыша пояснично-крестцовая зона добавляется если прям так вот у нас прям проблема кишечной колики прям к вечеру все происходит дал ребенка можно добавлять на тех же параметрах 10 например или 77 10 и тоже несколько минут и как я уже сказала что что-то можно утром что-то днем и там вечером то есть можно вот одну-две процедуры не зацикливаться только одна процедура и только в определенное время выберите когда удобно проводить можете распределить одну зону утром одну вечером делать ну и конечно я не пытаюсь охватить все всю целиком проблему кишечных колик но однозначно питание мамы имеет колоссальную роль в самочувствии пищеварительной системы у такого лялечки и как бы это ни казалось очевидным и не хочу показаться занудливым доктором но все-таки сплошь и рядом сталкиваюсь когда задаю вопрос а что что он так у вас так хорошо да я вчера вот такой вот салат там с луком наелась да поэтому конечно мама должна очень четко не забывать диетические соблюдать рекомендации даже такой момент могу нередко встречающийся просто если это уже встречается у мамы это встречается у малыша что если мама склонность к запорам и запоры мамы кормящий и у ребенка слышали да такое склонность бы к запорам и запоры то есть конечно функционально вот такая вот прямо вот и вроде пуповину перерезали но связь у кормящей мамы с малышом она очень энергетический физически всячески она очень конечно сильно и хочу еще обратить внимание что самочувствие пищеварительной системы стул малыша да как работает кишечник зависит конечно от самочувствия центральной нервной системы и у деток с перинатальным поражением центральной нервной системы но это как-то там родовая травма или гипоксия или ну в общем какие-то перинаталка ппцнс называют сокращенные последствия перинатального поражения нервной системы вот эти детки тоже и запоры и срыгивание у них чаще чем у деток которые не имеют никакой неврологической симптоматики поэтому вот вроде бы касаемся да сейчас животика все 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 то же самое пожалуйста около позвоночной зоны и область живота например да мы с вами договорились у нас есть две зоны курсом проводим очень хотелось бы чтобы мы не рассматривали дэнс терапию у лялик да и у более старшего возраста деток как что-то изолированное только дэнс ничего больше но нет об этом речи и конечно же пожалуйста сочетайте с массажем ведь это классное совершенно сочетание пусть это будет акцент такой на немедикаментозный по возможности да когда мы понимаем что можем обойтись без медикаментов это же здорово и замечательно не сидим и но и сначала массаж потом ой нет мы сначала туда поездим потом поделаем массаж да сочетайте любое грамотное сочетание если это замечательные руки профессионального массажиста на который работает с детками да хоть в один день если это технически не возьму пожалуйста это могут быть последовательные курсы на мне нет задачи сказать только дэнс терапии когда мне задают сложные вопросы всегда обращаю внимание комплекс комплекса еще раз комплекс и у детей первого года жизни сочетание дэнс терапии с хорошим детским ну кого таким классическим детским массажем чудеса делают делают чудеса в плане реабилитации и более старшем возрасте но первый год всегда возможности по реабилитации не выше потому что только-только формируется только-только появляется китомиелиновые оболочки только-только взрослеет нервная система и мы можем очень многого сделать поэтому сидеть ждать трех лет а когда он пойдет я могу заранее даже сказать и со мной уважаемые коллеги локопеды дефектологи и педиатры согласятся что если у ребенка уже есть диагноз перинатальное поражение нервной системы его даже замечательно хорошо скомпенсировали он там перестал отставать и он подтянулся до по развитию до сверстников но в три в четыре года с высокой вероятностью столкнется с речевыми нарушениями такой ребенок то есть у него была перинаталка какая-то были проблемы первого года жизни все хорошо вроде до трех лет все по плану начинается уже активное становление речи мы сталкиваемся поэтому конечно вот такие не медикаментозные вещи они должны быть в арсенале потому что речевые нарушения последствий перинатального поражения нервной системы это не совсем медикаментозное лечение это грамотная логопедическая коррекция до специалистов это психологи это педиатры неврологи это адекватная физиотерапия в том числе домашней физиотерапии в лице аппаратов дэнас у нас с вами есть в арсенале и здесь и сейчас и было это надеюсь будут будет очень интересная технология которая не относится к дэнас терапии но это тоже реабилитационная технология называется одежда лечебная многослойная дэнас олм или одеяло лечебное многослойное дэнас олм которая применяется самых-самых первых дней жизни и у нас с вами тоже есть и вебинары и несколько раз мы посты посвящали и если вы обратите внимание в комментариях как обычно описывают действия но взрослые люди описывают да потому что они это могут все это словами высказать в отличие одета как обычно описывают эффект и какие ощущения отременения дэнас олм сон согласны со мной я стал спать я прям вот бодрая и весела по утрам после курса того как по заворачивалась дэнас олм и и мужчины и женщины и подростки люди которые уже проговаривают ощущение они четко совершенно описывают антистрессовый эффект мы понимаем под ним под антистрессовым эффектом сон эмоции настроения коррекция вот нормализация эмоциональной сферы улучшения сна улучшение раздражительности повышение работоспособности более быстрое восстановление после перенесенных заболеваний то есть такие так называемые непроявленные эффекты до которые как таблетками лечить сон эмоции настроения что транквилизаторами чем антидепрессантами лечить нарушение сна и эмоций давайте это ставим все таки на более грубую какую-то патологию поэтому конечно же лялька сразу не скажет я выспался но вы увидите по поведению вы увидите по гиперактивному ребенку как он стал более усидчивым поэтому в комплексе с дэнс терапией конечно же мы рассматриваем применение одежды лечебной многослойной аутисты великолепно осталось только вот начать да я здесь могу сколь угодно вот эту вот теорию сейчас рассказывать но я вам по сути делюсь практическими моментами поэтому дэнс терапии и одежда лечебная многослойная в педиатрии это такие вот два очень интересных сочетания низкоинтенсивного воздействия как мы с вами вначале договорились максимум эффекта при минимуме нагрузки да нет тут никакой нагрузки особых противопоказаний можно говорить о временных аспектах понятно что там ляльки там ноль как говорится годиков не обязательно 40 минут вылеживать это буквально и 10 минут мы можем накрывать кроватку вот эту вот детскую кроватку с высокими бортиками можем вот так вот одеял можем заворачивать вместе с мамой я про лялек маму позаворачивать мама успокоится кормить будет спокойно молочком тоже проверенные вещи поверьте в нашей жизни и в практике 20-летний ну и чем старше малыш становится вот эти вот 10-15 минут и так далее у меня рассказываю свой но такой довольно таки показательный случай когда прибегает сотрудница не медик дэнас поликлиники нашей вы знаете вы знаете моему внуку назначили дэнас олм в детской поликлинике в детской поликлинике вот есть физкабинет назначили вот ему два годика он такой гиперактивный у нас там есть определенные проблемы поведенческие эмоциональные так далее как вот это бывает да у гиперактивных деток ему назначили 10 процедур описать а у меня же дома лежит это одеяло какие проблемы вот это как раз тот вариант когда куда вести ребенка если это абсолютно домашние вариант технологии здесь противопоказаний нет мы с вами говорили есть красные флаги в здоровье каждого человека красные флага так это жуткая лихорадка непонятная боль в животе и непонятный диагноз все остальное что с чем мы сталкиваемся мы и наши близкие это все амбулаторное лечение а не отпушку мы оставим узким специалистам и так это то что я хотела сказать сегодня какие-то базовые вещи сразу честно призвалась я не могу коснуться всех на свете диагнозов и детская плоскостопия мы сегодня не обсуждали все-таки это будет раздел когда будем уже говорить про октопедические заболевания и взрослые и детские да и рефлексы обсуждать как пример я сказала тем более что там разницы по формированию процедуры от взрослого большой не будет у ребенка здесь я коснулась все-таки лялек сегодня и сделала сегодня задел для следующего вебинара хорошо бы их как-то так вот в комплексе смотреть сегодняшний следующий вебинар который будет через две недели который будет посвящен денсотерапии при речевых нарушениях мы сделаем акцент конечно на детках обязательно я думаю будет интересно логопедом тем более колоссальный опыт не побоюсь этого слова накоплен и это будет ровно через две недели 26 февраля также в среду в это же время как вот вам где удобно там вы со мной будете общаться сейчас я бы хотела посмотреть что у нас с вами по вопросам появилась и с вашего позволения я сейчас настрою чтобы вам тоже было видно на экране вот и давайте полистаю возможно купить переходник к аппаратам людмила меня спрашивает я считаю что это ну однозначно вопрос в обратную связь они должны быть переходники если их сию секунду нет этих переходников значит надо заказать ну и дождаться когда они появятся заказывать переходники при при гемангиоме 04 в позвонке 2 пока да тут я вопроса протрузии 02 и для нарушения костной ткани аппарат не расправиться так речь идет о проблемах позвоночника я вот не совсем поняла как вы давайте так вот то что сейчас лилия задала вопрос гемангиома в теле позвонка находится протрузии это предгрыжа это патология диска межпозвонкового да ни в коем случае не является противопоказанием если мы говорим о ребенке в любом случае это растущий организм в любом случае действительно есть я бы ни слова наращивание костной я бы формирование до чтобы было питание чтобы все межпозвонковые диски питались чтобы не было никаких мышечных спазмов чтобы была подвижность чтобы хрящ хорошо себя чувствовал кстати межпозвонковый диск он как питается из окружающих тканей то есть нам надо дать адекватный кровоток нам надо дать ну в конце концов чтобы ничего не болело да конечно справиться это вопрос с чем гемангиома ну тут такие размеры мне сложно сказать у нас нет задачи там рассосать ее не рассосать она сама по себе не является противопоказанием и чаще случайная находка а вот протрузия да потому что это состояние определенный межпозвонкового диска который можем получить клинические эффекты если мы сделаем там через какое-то время повтор повтор магниторезонансной томографии например потому что протрузия это предгрыжа тем более столь маленьких размеров но я хочу лилия сказать у меня задаете вопросы немножко не по теме но раз задали я отвечаю что протрузия столь небольших размеров никаких симптомов не может давать а может давать поэтому у меня возникает вопрос беспокоит то что у нас нет задачи сейчас ее здесь сейчас рассосать у нас есть задача чтобы не болело и чтобы на уровне этого сегмента не формировались там спондилоартроз или другие нарушения межпозвонковых дисков и межпозвонковых суставов вот такое это я по взрослым ответила ну хоть взрослый хоть ребенок планируется ли вебинар детские кожные заболевания атопики да светлана все по порядку неимоверное количество тем как лицикл с чего начать у нас следующий вебинар это речевые нарушения потом косметология отчасти избыточный вес это давно запланировано и да обязательно будем планировать а пока вот в рамках я доступна в наших социальных сетях я буду с удовольствием отвечать на ваши вопросы то чего мы еще не коснулись да ведь потому что да конечно применяется и при кожных его топиках аутистам не только можно но и нужно цель цель коррекция эмоциональная цель коррекция речевых нарушений цель коррекция сон эмоций настроения да извините за повторы вместе с коллекционной работой специалистов психологов логопедов дефектологов я про аутистов конечно дэнс терапия одеяла которые я упомянула мы применяем и как раз вот речевыми мы уже базовые методики какие-то сегодня разобрали и детально что-то чуть-чуть повторив в следующем вебинаре займемся речевыми нарушениями лилия продолжает про боль в спине я никаких не вижу ограничений потому что вы сказали есть боль в спине есть проблемы ради бога и в аппарате дэна с пкм есть специальные режимы их несколько по лечению боли надо осталось только включить аппарат и провести курс как указано в инструкции пока мы не проведем никаких не вижу проблем лилия начать проводить курс потому что вы пишете папилломы спрашивает виктория как можно лечить дэнас я не предлагаю никаких вариантов лечения папилломы папилломы в пч где какие папилломы я не готова ответить на этот вопрос оставьте папилломы косметологом либо уточняйте что там происходит если их много папиллом заняться пищеварительной системой предыдущий вебинар должны быть в порядке работы кишечника должна работать печени и так далее и тому подобное папилломы это в пч вирус папилломы человека дэнас не уничтожает вирус папилломы человек если папилломы находится в таких местах где надо их удалять значит их надо удалять вот лилия пожалуйста начните вот программа боль и вот с чего-то начните и обязательно пишите что непонятно я с удовольствием отвечу про взрослого человека вот прям открыли инструкция программа боль читаем и действуем на область спины болезни ребенок 6 лет можно ли спать на олм на одежде лечебной многослойной можно можно и на одежде под одеяло в одеяле я опять же вот я тоже ориентируясь на свой опыт опыт своих коллег своего окружения понятно что как бы это сейчас не теоретический рассказ это все практические вещи есть детки которые какое-то время сначала они прям не вылазят а за одеяло прям вот под одеяло потом проходит 10 дней не знаю кого-то два дня не засунуть его в это одеяло у детей кстати все очень четко у них свой так скажем какой-то хронометр и тонометр и свои какие-то с собой связи и они также как и взрослые иногда чувствуют необходимость поэтому мы можем настоять на курсе лечения и смотрите если ребенку нравится чуть дольше лежать в оде пусть он лежит чуть дольше не 8-10 минут приписанных даже если он уснул оставьте в покое потом уберете просто это одеяло поэтому конечно можно так вопросы я посмотрела в и сейчас я тогда можно вот так сделаю и прокомментирую прежде чем до свидания скажу прокомментирую то что вижу в чате значит что касается записи она будет выложена в нашей группе вконтакте буквально завтра если не возникнет никаких но я надеюсь технических не будет проблем завтра максимум послезавтра это всегда один-два дня мы выкладываем вы можете смотреть в записи сколько угодно раз что касается виснет не виснет но это вопрос не совсем ко мне так не могу не согласиться что касается он на себе почувствовал эффект спасибо лариса за комментарий отличное состояние поэтому и когда знаете говорят там помогает не помогает если девяносто девять процентов из ста человек говорит я великолепно как бы прочувствовал вот это вот ощущение как я выспался как я отдохнул после он я всегда экстраполируйте на детей они они просто не скажут это словами но они тоже будут такими же отдохнувшими и выспавшимися записи ответила когда-то в смысле когда будет 14 лет вегетососудистая дистония диагноз стоит как работать спрашивает вера 14-летний возраст подросток у нас да как работать я предлагаю вот ту методику которую не совсем подписаны да вот сходу вспомнила слайд я предлагаю методику которую мы с вами взяли как вот такая детская неврология и как раз упомянула вот эти метеозависимости и так далее и так далее где и около позвоночной шейно-воротниковая зона которую мы с вами взяли как пример методики при проблемах да вот сейчас у вас скорее всего появилась поэтому проведите десяти дневный курс если есть дэна с пкм или нейро дэнс пкм и аппликаторы даже если нет аппликаторов пожалуйста 1 2 зоны 1 2 процедуры в день одеяло можно использовать самостоятельно или лучше после дэнс терапии спрашивает татьяна мы можем использовать и самостоятельно и после дэнс терапии и например 6 вечера дэнс терапия на ночь или за там пришел из школы или после работы в одеяле какое-то время да там полежал немножко расслабил подремал в конце концов да а вечером провели процедуру дэнс терапии здесь возможны варианты когда в арсенале вот она дома когда это вот в условиях физкабинета там мы начинаем уже чередовать там это и так и так можно поэтому здесь не 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 принципиально и так и так можно когда-то нет времени на одеяло есть время на дэнс а на курсовом лечении конечно лучше сочетать особенно те проблемы которым я вот вернулась на этом слайде снова вам его демонстрирую пожалуйста и сочетайте и применяйте отдельно главная система я просто заканчивая наше общение хочу сказать главная система разовый это все замечательные вы пишете даже вот разовые процедуры до какой-то эффект но все-таки когда мы касаемся каких-то вот прямо вот хронических неврологических или как вы пишете диагноз давно стоит вегетососудистая дистония или синдром вегетативной дисфункции у детей 1 2 года жизни есть такой диагноз да ну если вам на слух проще вегетососудистая давайте так будем это называть но это курсовое лечение но благодарность она понимаете в плане улучшения самочувствия она будет не через полгода она будет гораздо раньше уже на первых процедурах я просто завершая и опять же такой своеобразная реклама следующего нашего вебинара хочу сказать что логопеды я все опять же вот к логопедам и к замечательным профессионалам которые очень много и очень близком контакте на потоке работают с детками да и это как раз та вот сфера буквально после первых процедур описывают динамику я имею ввиду отношения ребенка отношения как он смотрит отношения там как у него там язык или не язык отношения как он сидит как он держит не держит шею там какая-то спастика была поэтому пообщайтесь если в вашем окружении есть логопеда если вы действительно хотите удостовериться насколько у детей это работает они вам скажут у детей работает поэтому я вас с нетерпением жду на следующем вебинаре еще раз вывела анонс предстоящий через две недели еще у меня появился вопрос в чате сколько зон можно лечить в течение суток возвращаясь к первым нашим слайдам лили от одной до трех зон можно добавить 1 2 точки здесь нет боязни передозировать просто есть целесообразность мы не бросаемся лечить ухо глаз пятку запор и нарушение мочеиспускания во первых мне это сразу сложно представить одновременно в одном человеке да поэтому как правило это 1 2 3 ну там 1 это какие-то простые случаи до хронические заболевания две три зоны поэтому для примера как раз таки чтобы как это выглядело мы вам привели даже какую-то методику такую универсальную неврологическую она и для взрослых точно также работает да если мы говорим уже о подростках о студентах то есть если я касаюсь уже более старшего поколения это пожалуйста 1 2 3 зоны в течение дня 1 2 процедуры и ну и конечно желание провести курс лечения чтобы получить накопительный эффект чтобы получить стабильный эффект при необходимости курсы повторяются итак я хочу поблагодарить вас за сегодняшнее участие ждем всех наших следующих вебинарах которые традиционно пока по средам у нас не меняется расписание оно есть и на сайте faberlic вы увидите предстоящие наши вебинары и жду ваших вопросов ваших комментариях или напишите как ваше самочувствие как вы справляетесь я с вами всегда общаюсь в инстаграмм наши наших социальных сетях в инстаграм и в контакте готова отвечать на ваши вопросы еще раз спасибо за участие желаю всем чтобы все получалось так как это я сегодня рассказала ну и конечно ни в коем случае не болеть пусть вы ваши детки ваше окружение будут здоровы и счастливы и до новых встреч